Всем привет и прекрасное настроение! Я Михаил Курявцев и это канал Dance with Me. В 2020 году стало уже трендово, когда вас партнер вращает в каких-то странных формах, или же вы сами принимаете решение, что базовая позиция это не для вас, вы хотите максимально вывернуться наизнанку, и эта форма, чтобы на постоянной основе, осуществляла некие перенаправления, и как следствие зритель тыкал пальцем, говорил, о боже, и в такой форме возможно вращаться, и понимал, что это максимально адекватно, потому что вы держите эту форму, она была создана непосредственно потому, что вы захотели, и вот это все. Да, чем дальше мы двигаемся к 2020, 2021, 2022 году, тем больше эти же тренды подхватывают так или иначе партнеры. Да, мы идем с опозданием, но, наверное, даже это и хорошо, потому что наши партнеры сначала пробивают нам дорожку, а мы уже с гордой головой просто струячим по ней. Итак, давайте вспомним следующую логику. Первое. Когда вам говорят про перенаправление или же любые повороты, вам рассказывают, нужна точка, держите точку на уровне собственных глаз, скорость перевода головы будет формировать контрастность вашего перенаправления, вот это все. И я под каждым этим словом готовым подписаться. Если вы хотите качественно, хорошо вращаться, научиться держать точку, переводить точку и жить с ней очень необходимо, да, жутко необходимо. Я в свое время сам, когда начинал себя тренировать с точки зрения перенаправления, в какой-то момент поймал, что точка мне мешает, мне хорошо вращаться без нее. И это было до тех пор, пока я не поставил перед собой цель сделать, например, 8 шинеповоротов с определенной скоростью, с определенной направленностью и так далее. И я понял, что без точки очень сложно себя контролировать с точки зрения перенаправления, визуально, в зеркале, да, и главное на камере. Потом я вижу, что та контрастность, которая появляется при точке, она недоступна без точки, вот это все. Поэтому мне пришлось переучиваться, это был очень долгий, сложный процесс. Как говорится, проще один раз правильно научиться, чем себя переучивать. Поэтому, пожалуйста, послушайте меня, послушайте своих преподавателей и сразу учитесь вращаться с точкой. Когда вы это уже сделали, вы понимаете, что этот скилл вам доступен, вот тогда можно, и я бы даже сказал, нужно, по крайней мере, в рамках 2020 года пробовать что-то новое. И первое, о чем мы поговорим, если вы принимаете решение, что вы хотите вращаться и форма не позволяет держать точку или не подразумевает точку, тогда должны работать некие другие логические цепочки. Одна из таких цепочек это, если вы вращаетесь под рукой, то ваша задача голову укладывать от руки. Итак, если меня будут вращаться под левой рукой, то я буду голову двигать в правую сторону, если под правой рукой, то в левую. Тогда ваша форма внутри поворота будет смотреться правильно, корректно и, главное, насколько это возможно, удобно. Что же будет, если вы скажете, да ну, фигня, я могу и к руке. По факту будет ощущение, что вы немножко приустали, причем автоматически вы начнете голову опускать в руке, плечо в этот момент подниматься, и ваша формочка будет смотреться, ну, как минимум, не очень. Поэтому рекомендация, если вы делаете шейп, делайте его всегда от руки. Идем дальше. Например, вы приняли решение, что вы хотите научиться вращаться таким образом, чтобы ваше прекрасное лицо смотрело исключительно наверх. Тогда разворачивайте именно лицо. Один из таких, знаете, базовых проблемных моментов заключается в том, что танцоры, если видят потолок, они подсознательно думают о том, что все хорошо. Я вижу потолок, значит, я развернул голову, значит, можно так вращаться. По факту вы обманываете себя. Да, видеть потолок, это не значит, что ваше лицо направлено в сторону верху. Давайте проверим. Я подойду поближе. Сейчас я смотрю наверх, но мое лицо явно смотрит перед собой. А вот теперь я смотрю наверх и поднимаю лицо. Именно второй формат и является правильным. Как же, спросите вы, можно контролировать процесс? Зеркало недоступно. Поставить видео только по факту. Есть лайфхак. И я с вами делюсь им. Я, когда сам отрабатывал и рекомендую это делать своим танцорам. Считайте. Пойте. Произносите любые звуки. Физиология нашего тела построена таким образом, что когда мы лицо держим перед собой, нам очень удобно произносить звуки. Как только мы поднимаем голову наверх. Распределение именно этой положения головы, я, пожалуй, опущу голову, не позволяет нам комфортно произносить любые звуки. Поэтому, если вы во время поворотов начинаете произносить звуки, считать, петь песни, рассказывать анекдоты или просто делиться какими-то своими историями из жизни, и вы понимаете, что вам это делать жутко некомфортно, скорее всего, вы делаете правильно, ну или близко к правильному форму. И потом уже, посмотрев на видео постфакту, вы сможете проанализировать это действие окончательно. По крайней мере, в моменте у вас появляется возможность вот таким вот, может быть, даже немножко странным способом себя проверять, корректно вы или некорректно. Ну, а дальше начинается просто бурная фантазия. Кстати, если вы не понимаете, какие формы, в принципе, существуют, то вот здесь вот будет подсказка на ролик, где Инна Тенкович продемонстрировал топ-50 форм, внутри которых она вращалась по принципу one foot spin. Вы можете взять любую из этих форм и ее освоить как на шине поворот, так и на осевых, да, даже на перенаправлениях. Ну, а на этом у меня все. Я сегодня хочу сделать короткий ролик, потому что в прошлый раз вы написали, что длинный ролик сложно заходит. Посмотрим, какая будет реакция и достаточно ли контента будет в формате именно таких роликов. Ну, а я с вами не прощаюсь, а говорю до встречи, ведь ровно через неделю, да нет, раньше мы с вами встретимся. И да, три действия, не забудьте палец вверх, подписка, если еще не подписались, и колокольчик, если каким-то причинам вы еще этого не сделали. Ну что, до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok